Перед тем, как передо мной в принципе стояла задача о представлении клинического случая и при выборе варианта с немелкоктечным раком легкого при наличии мутации GFR, мне так повезло, что этот случай случайно так упал в плане того, что эта больная очень интересная. Следующий слайд можно? Спасибо. Следующий слайд. Это женщина в возрасте 70 лет. При сборе анамнеза данная пациентка не курила никогда. После обследования основной диагноз выставлен был ей как аденокарцинома верхней доли левого легкого, СИТ2Н2М1, четвертая стадия, метастазы были в легких плевре, внутригрудных лимфоузлах. Также был выявлен левосторонний гидроторекс. В июле 2015 года совместно с нашими коллегами из МИЦ Петрова выполнена была тороктомия слева, краевая резекция легкого, выполнена биопсия плевры, а также фенестрация перикарда. По гистологическому исследованию данной пациентки были выявлены элементы аденокарциномы. При выполнении молекулярно-генетического анализа, так как больная не курит, больная является женщиной, было рекомендовано выполнить мутацию GFR, и мы ее выявили в 19-м экзоне. Следующий слайд, пожалуйста. Учитывая, что это 2015 год, собственно, обеспеченность препаратами есть, и в качестве первой линии мы выбрали стандартный вариант, это гифетинид. Данная пациентка находилась на лечении в течение 22 месяцев. Следующий слайд, пожалуйста, можно? Максимальный эффект оценен был как стабилизация процесса. К сожалению, до начала лечения я не могу предоставить снимки, но вот, собственно, если сравнивать снимки на момент 6 месяцев и 12 месяцев на фоне приема ингибиторов тирозинки нас первого поколения, можно отметить, что стабилизация процесса видна. Следующий слайд, пожалуйста. Как я сказала, прогрессирование процесса у больной отметилось уже на 22 месяце приема препарата. Если посмотреть на картинки, на снимки, то можно увидеть, что появился небольшой очаг в легком, а также увеличение первичной опухоли. Следующий слайд. Данная ситуация была расценена как прогрессирование. Ага, можно следующий слайд? Понятно. И было рекомендовано на тот момент выполнить повторную биопсию, гистологический материал взять и оценить на наличие мутации резистентности с учетом того, что данная мутация, как сказал Евгений Науч, встречается в половине случаев таких пациентов. Мы попытались выявить ее. К сожалению, данную мутацию мы не выявили, поэтому было предложено лечение в виде химиотерапии. Данной пациентке проведено 4 цикла химиотерапии с максимальным эффектом стабилизации. Будьте добры, следующий слайд. После чего было рекомендовано отпустить больную на динамическое наблюдение. Следующий слайд. Через год данная пациентка планово обследовалась, но через год, к сожалению, выявлено прогрессирование процесса в виде увеличения ранее определяемых очагов, появления новых. И в качестве возможной третьей линии лечения, учитывая ее нормальное состояние по ЭКОК-статусу, она оценивалась как 1 балл, мы предложили ей вариант ТСИ. То есть поклитоксел, карбоплотин в стандартных дозах. Будьте добры, следующий слайд. Будьте добры, следующий слайд. Оценивался как 3 балла. Выполнено было КТ, зафиксировали прогрессирование. Больная была крайне тяжелая, и повторную биопсию выполнить у нас не удалось. Следующий слайд. Будьте добры. Поэтому на тот момент мы предложили, мы воспользовались методом жидкостной биопсии. Взяли у больной кровь, по анализу которого, собственно, и выявили мутацию в гении GFR-T790M положительная. На основании полученного результата был собран консилиум и приняли решение, учитывая тяжелое состояние больной, наличие мутации в плазме крови. Мы в качестве четвертой линии сделали попытку назначения ингибиторов тирозинки нас третьего поколения, асиммертинивра. Будьте добры. Следующий слайд. И через два месяца данная пациентка, стоит отметить, пришла уже самостоятельно, потому что после выполнения КТ состояние ее крайне ухудшилось, и она не могла ходить. Она находилась дома, и уже близкие, к сожалению, думали об альтернативных вариантах лечения, симптоматической терапии. Будьте добры, следующий слайд. На данных снимках вы видите эффект лечения на фоне ингибиторов тирозинки нас третьего поколения. Следующий слайд. Будьте добры. В рамках дискуссии, какую бы, наверное, хотелось получить, это вопросы, которые мы задаем себе все чаще. Какова же должна быть тактика больных на фоне прогрессирования после ингибиторов тирозинки нас первого-второго поколения? Второй вопрос. Насколько все-таки реально применять метод жидкостной биопсии и оправданно применять его в стандартной клинической практике, или это все-таки невозможно? И также целесообразность динамического определения циркулирующей эпохолевой ДНК и повторных биопсий после каждого прогрессирования у таких больных. А также возможное наблюдение необходимости выявления циркулирующей ДНК и смотреть за такими больными. Будьте добры, следующий слайд. Собственно, вот как-то все. Спасибо за внимание. В конце моего слайда я выбрала именно иллюстрацию эффект лазеря. У данной пациентки, я считаю, что он имел место быть. Марина, вы вернете, пожалуйста, вопросы к дискуссии. Да. Будьте добры. И мы начнем с конца, или даже можно сказать с начала, потому что все чаще обсуждается для рака легкого метастатического актуальная роль ре-биопсии. И вот мы сейчас Анну Сергеевну попросим ответить, ну, по крайней мере, попытаться на два вопроса. Начнем с третьего. Целесообразность динамического определения циркулирующей ДНК и повторных биопсий для каждого прогрессирования. Это, безусловно, очень интересная область. И у пациентов с наличием таргетных мутаций исследование циркулирующей опухоли ДНК имеет очень хорошие перспективы именно для динамического наблюдения. Потому что попытки внедрить метод жидкостной и минимальной инвазивной биопсии для первичной диагностики опухоли имеют существенное ограничение. А динамическое наблюдение при наличии возможности определения циркулирующей опухоли ДНК – это, конечно, очень хорошая опция для таких пациентов. Что касается возможности в России, в стандартной клинической практике применять этот метод, то, опять же, у него есть свои ограничения по чувствительности и специфичности. На сегодняшний день все-таки он более эффективно работает у пациентов с большой опухолевой массой. То есть это сразу определенный контингент пациентов. И в большей степени это, конечно, пациенты, у которых у вас есть мутация, которую вы можете выявить и мониторировать. Поэтому при наличии определенных условий и показаний метод, безусловно, эффективный и имеет место быть. То есть, Анна Сергеевна, мы правильно вас поняли? Отсутствие мутации по определению в жесткостной биопсии – это еще не свидетельствует, что в ткани опухоли этой мутации не будет? Безусловно. То есть здесь очень много факторов, потому что это зависит… Это вообще очень интересная область, потому что и очаги гетерогенные, и они по-разному гибнут. Потому что источник циркулирующей опухолевой ДНК – это все-таки, в первую очередь, погибшие клетки. Поэтому мы не можем оценить всю чувствительность именно метода и возможности уловить небольшое количество измененной ДНК, весь спектр мутаций и всю картину метастатической болезни. Но у него есть возможности, которые, бесспорно, нужно использовать в клинике, если есть возможность. И вы затронули вопрос гетерогенности. То есть, по сути, обрубая ствол, у нас появляется много ветвей у этого дерева. И по сути, мы в ряде случаев формируем те последующие изменения гетерогенности опухоли, наличия новых мутаций. То есть, вот все-таки, с вашей точки зрения, это гетерогенность или приобретенная резистентность? Я думаю, что, как всегда, имеет место комплекс причин. Да, это отчасти, безусловно, селекция на фоне проводимого лечения, но и, судя по всему, имеет место истинная клональная эволюция опухоли, в том числе, вне зависимости от наличия лечения или отсутствия. Просто в условиях той среды, в которой опухоль существует, в конкретный момент, это и гомеостаз в организме, и реактивность иммунной системы своя, которая приводит, в том числе, к лиминации некоторых клонов. И плюс то лечение агрессивное, довольно, которое сейчас может быть использовано для этих опухолей. Мария Леонидовна, к двум вопросам. Вы удовлетворены ответами? Да, спасибо большое. Тогда вот самое интересное, ну не самое интересное, все на самом деле интересное, Светлана Анатольевна, тактика ведения больных при прогрессировании на фоне ингибиторов тирозинкиназы первого-второго поколения. Уважаемая Мария Леонидовна, я полностью согласна с той тактикой, которая проведена в вашем центре, и, наверное, очень тяжело давать комментарии таким клиническим случаям, когда пациент лечился в специализированном учреждении, где есть асы по лечению больных немелкоклеточным раком лёгкого, тем более в таргетной терапии. Ну, вы прекрасно знаете, не мне вам говорить, что на фоне таргетной терапии отмена идёт только в случае абсолютных признаков, наличия признаков прогрессирования заболевания. Что у вас было доказано? Несмотря на то, что опухоль, появился новый очаг, сама увеличилась опухоль, но появились ещё и клинические признаки, что стало основанием для отмены таргетной терапии. Если бы у вас не было этих признаков, конечно, тогда вы могли бы заниматься ещё локальным контролем и продолжать терапию тирозинкиназными ингибиторами. Вы выбрали тактику химиотерапии, у вас не было выявлено мутации Т790М, что абсолютно оправдано. Я знаю некоторых онкологов, которые прибегают к применению тирозинкиназных ингибиторов второго поколения. Насколько оправдана данная опция, это дискутабельный вопрос. И я больше склонна к той позиции, которую выбрали вы. Тем более вы получили ответ в течение года. Был выраженный ответ и клинический, да, и частичный ответ на фоне химиотерапии. Стабилизация была? Да, стабилизация. А частично где-то у вас ответ был пошёл. Частичный ответ у нас уже был на четвёртой линии, на семертенибе. Это вот первый раз мы получили. Но тем не менее химиотерапию, как я понимаю, она перенесла достаточно удовлетворительно, без каких-то отечеющих событий. И в течение года сохранился этот эффект, что свидетельствует тоже о том, что вы правильно действовали. И вот вопрос, конечно, почему не было сначала найдено мутации Т790, но то двойственное, то, что сегодня сейчас затронули. Либо это гетерогенность опухоли всё-таки, либо опухоль это живое существо, которое тоже может меняться. В течение времени происходит эволюция, эволюционные изменения в самой опухоли. Поэтому и то, и другое могло иметь место быть. И в дальнейшем, конечно, идёт всё абсолютно оправдано. Мы будем надеяться, что ответ уже теперь на семертенибе у больной продлится максимально долго. И вы получите действительно позитивный ответ, что вы увидели синдром лазеря. Что потом делать? Мы, наверное, потом подумаем дальше. Наверное, вы уже определяли ПДЛ-1, наверняка уже думали, да? Нет, мы ПДЛ-1 здесь не определяли, но вот можно я... На будущее, на просто, я думаю, просто что-то уже мысли какие-то были, да? Вот, мне бы, наверное, хотелось пару комментариев просто по этой больной ещё внести. То, что, скажем так, то, что мы не выявили изначально мутации Т790М, несмотря на то, что мы вроде бы взяли гистологический образец, мы всё-таки параллельно, на тот момент у нас шла ещё апробация нашей платформы по жидкостной биопсии, мы там тоже не выявили этой мутации. Возможно, для её развития перестройки действительно потребовалось какое-то время. И, наверное, у таких пациентов просто, наверное, есть такое мнение, что если ты первоначально не выявил мутацию Т790М, ведёшь по пути химиотерапии, иммунотерапии, ну, то, что у тебя есть в клинической практике. Может быть, имеет смысл таких пациентов всё равно после каждого прогрессирования пытаться либо выполнить ребиопсию ткани, либо, может быть, попробовать выполнить жидкостную биопсию с исследованием циркулирующего опухолевого ДНК. Не знаю, может быть. Теоретически это да. А можно я ещё задам вопрос? Это пациенты, и это инвазивные методы, так чтобы наши методы не были... Можно я ещё задам вопрос? Вопрос ради вопроса. Хирург. Хирург решил задать вопрос в этой связи. Скажите, пожалуйста, а если бы в жидкостной биопсии вы не определили Т790М, а вы видите, а эта мутация уже была, явилась, нет ли возможности или пока каких-то данных назначения экси-вантибус, то есть в течение двух недель, как встань и иди, лазер, лазеря, эффект лазеря, и вы бы увидели через две недели, что несмотря на то, что вы не получаете, нет возможности технической из-за тяжести состояния в ребиопсии, скажем, и в жидкостной биопсии у вас нет результата. Но вы видите, что пациентка ухудшается. А вот насколько это, я понимаю, что экономически это довольно дорого, две недели пробной биопсии, но насколько я знаю, что ингибиторы тирозинкиназа и GFR первого поколения в Европе, например, в некоторых странах Европы, назначались при аденокарциномах, даже при неподтвержденной мутации и GFR, и спонсировались фирмой-производителя. И фирма-производитель давала препарат до, так скажем, получения эффекта. Если получение эффекта появлялось, эффект появлялся, тогда покупали этот препарат. А все остальное, это за счет фирмы-производителя. Поэтому вот как вы рассматриваете такой сценарий? Ну, было бы, вот вы видите, даже частичный регресс, а если бы не получили, извините, пожидкостной биопсии, вы бы тогда списали просто эту пациентку на симптоматическое лечение? Сейчас бы уже не о ком было говорить, в принципе, да? Евгений Владимирович, очень хороший вопрос, и он, наверное, все-таки каверзный такой. С одной стороны, вот как врач, как онколог, наверное, попытка все-таки таким пациентам хотя бы в течение двух недель дать препарат, это очень хорошая идея. Но с другой стороны, вот, к сожалению, пока в России, я надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки препарат достигнет своей оптимальной цены, когда сможет и пациент при необходимости его получать, ну, любой обратившийся. Я думаю, что все-таки сейчас, на данный момент, к сожалению, наверное, не получилось бы этой пациентке именно вот как изначально дать, попробовать этот препарат. Хотя я думаю, что да, наверное, она ответила бы. Но чисто из-за финансовой токсичности, потому что у нас нет подтвержденной мутации, пока мы не смогли бы ей назначить. Понятно. Продолжение следует...